Музыка Очень рад быть в вашем историческом городе И говорят вам тут стукой уже 800 лет Это возрастное пройдет Поэтому все будет нормально Слава Богу Хороший город, хорошие юги Вот дороги еще сделать и будет все великолепно вообще Приезжайте в Тюмень поездить на наших дорогах В наш нефтяной край И вы увидите как там нормально Слава Богу Вы знаете о чем я хотел бы сегодня поговорить У меня моя проповедь будет состоять из двух частей Вот мы приветствуем всех тех кто нас смотрит Там говорят на тебе они будут смотреть Да благословит всех вас Господь Вот я хотел бы поговорить в первую очередь о смыслах Для меня очень важно немножко о себе Мне 56 лет Вот я из города Тюмени У меня трое детей Двое своих один усыновленный Вот и 30 лет я уже верующий человек Это так немножко о себе Вот ну скажите что я хорошо выгляжу Ну скажите пожалуйста Ну в конце концов А то сидите как сектанты прям вообще Вы знаете все что делает Бог он делает со смыслом Я вот иногда смотрю на моих детей Думаю взрослые сын женился Дочь там да вот этот мальчик которого мы взяли Думаю все что у них есть это со смыслом Когда я смотрю на эту камеру Девушка меня снимает Вот надеюсь в полный рост Да красавчик Полный рост Вот и в этой камере конечно все имеет смысл Да Каждая деталька И техники дума и соображай и сочиняй Для того чтобы можно было сделать видеосъемку Видео изображение Поэтому Бог нас сотворил со смыслом Если забрать смысл из нашей жизни То все пропадет Некоторые люди ошибаются Они думают что смысл родить ребенка Там только выйти замуж Жениться Построить дом и тогда заработать денег Так живет светлая американская мечта Иметь собственность Свой бизнес Там и так далее Дорогие мои Это не смысл Если бы в этом дети рождать Это конечно есть смысл Но поверьте мне Ведь неужели Бог только в этом плане нас и видит Мне все время понравился спич Александра Шевченко Знаете такого проповедника Он рассказал про одну интересную историю В концентрационном лагере Это исторический факт Вот был концлагерь Вы знаете Кто здесь знает что такое концлагерь Все знают Создавали специальные лагеря Во время Второй мировой войны Фашистами Для того чтобы ссылать туда евреев Уничтожать Пленных И так далее И вот один из концлагерей Он имел фабрику Которая обеспечила Оборонную промышленность в Германии И советская авиация Разбомбила Эту фабрику И с чем столкнулась администрация Да Вот эти офицеры Чем столкнулись они В этом лагере Концентрационном Что люди Оказались Незанятыми И тут у них возникли мысли Что такое Незанятый человек Незанятые люди Это мысли Заговоры Бунты Противостояния Вот поэтому У них возникла задача Вы знаете Когда люди Незанятые Происходит Одна очень интересная вещь Давайте посмотрим Священное опишение Матфея 12.43 Когда нечистый дух Выйдет из человека То ходит по безводным местам Ища покоя И не находит Тогда говорит Вожащусь домой Откуда я вышел И придя Находит его Незанятым Выметенным И убранным Обратите внимание Ключевое слово Здесь Незанятым Итак Дом был Незанят Поэтому Бесы Могли Вернуться Незанятые Я иногда смотрю И вспоминаю Мою молодость Когда я был молодым Учился В первом моем институте Знаете Как я думал В своей жизни Я думал Что моя жизнь Дана мне для того Чтобы извлекать Из нее удовольствие Реально Я только так и думал Что я буду Извлекать Из моей жизни Удовольствия Девчонки Мальчишки Секс Алкоголь И так далее И так далее И я правда так думал И я правда так жил Вы знаете Но проходило время Я стал понимать Что надо быть занятым И теперь мы посмотрим Что происходит Когда человек Не занят Божьим делом Божьими вещами Концентрационный Это же лагерь И так Люди не заняты Тогда администрация Раздает им лопаты И говорит Копайте траншею Длинную траншею Они взяли лопаты И начали копать Никто не сказал Зачем Что они копают Они копали Целый день траншею Это реальный Исторический факт Выкопали Им никто не сказал Для чего И вот На следующий день Их опять построили Дали по лопате И сказали Закапывайте Опять не сказали Зачем Они вечером пришли В бараки И стали размышлять И говорить Для чего Почему Может не там выкопали Может быть не то То есть было много вопросов Люди хотели Обрести Смысл Для чего Они это делают Так вот Когда прошло 14 дней Они закапывали И раскапывали Люди У людей начались психические припадки Люди начали прыгать На колючую проволоку Под напряжением Люди начали погибать У них начались нервные срывы Люди готовы на многое Но они не готовы Жить без смысла Им нужны смыслы Того Что они делают Смыслы В том В чем они живут Дорогие мои Вам Как вы думаете Когда вы с утра Просыпаетесь Вы знаете Для чего Будете жить этот день Это очень важный момент Чтобы в этом дне У вас был смысл Чтобы он не был просто Как биологическое Продвение жизни Я что-то сегодня поделал Бизнес Чтобы завтра кушать Надо домик построить Там надо еще что-то сделать И так далее Во всем Должен быть смысл Александр Помните матросов Во время войны Он бросился На вражеский пулемет Который не могли Обойти И пройти Наши войска Вот И своей жизнью Своим телом Закрыл эту амбражуру В этом был смысл Ради смысла Люди готовы на многое Почему Когда люди Приходят к Богу Да Загораются Они готовы на многое Это очень важный момент Люди Бывшие наркоманы Алкоголики И еще кто-то Вот у меня отец был алкоголик У меня старший брат Был алкоголик И я В моей жизни Искал другие смыслы Я уже преподавал В институте Вот И Когда мы все веселились И Я хочу сказать В советское время Вот Всякие кафедры В институтах Это такой Рассадник греха Греха Ужасно Самая по-моему Скороченные места Это преподавательские составы И вот я был Старшим преподавателем Вот Значит И там Ну в мое время Преподаватели там Бесчинствовали Со студентками Что-то только не происходило Алкоголь И так далее Но где-то Внутри себя Я постоянно Задавал себе вопрос Я смотрел на моего отца Который с нами не жил Пил Я смотрел на моего брата Смотрел на мое окружение И думал Должен быть другой смысл Какой-то другой И один раз мне даже Представил Что есть другая жизнь И я увидел видение Новую жизнь В области такой женщины В розовых одеяниях На фоне какого-то водопада И видимо Бог тогда Проговорил мне Есть другая жизнь Есть другие смыслы Итак Дорогие мои Вы знаете Когда есть смысл в жизни Бог Когда Бог приходит Человеку Он Тот человек Обретает Бога Он обретает веру Вы согласны Он обрел веру Но Поверьте мне Когда человек Обретает веру Это не значит Что он обрет смысл Многие люди На планете верят Что Бог есть Многие ходят Раз в год Ставят вещи Но они не нашли Смысла Зачем они Они не нашли Смысла Обрести Бога И обрести смысл Это разные вещи Поэтому Так важно Обрести Смысл Вы знаете Вы знаете Когда это все Происходит Люди начинают Искать волю Божию Что важно Для меня Для меня было важно Найтись в нем В этом смысл Найтись в нем Когда-то Бог сказал Израильскому народу Вон земля обетованная За Иорданом Вы войдете Именно там Я буду вашим Богом А вы будете Моим народом Это был смысл Чтобы Бог был с ними Это был смысл Для всего Израиля Чтобы там В этой земле Обрести Единство Бога И человека И израильского народа Это был величайший смысл Что Получает Израиль Идут разведчики Боятся Смотрят Говорят Мы не войдем Сыны Инаковы Все плохо Все ужасно И так далее Вот И что происходит Бог говорит Я дал вам смысл Я дал вам цель Я дал вам Куда двигаться Вы знаете Так важно Направить свои эмоции Силы Финансы Энергию В правильное русло Так важно Чтобы с годами Получить результаты Многие люди хотят Сегодня получить Все результаты Так не бывает Некоторые смотрят На мою жизнь И говорят Пастор Вот как и ваш пастор Служитель и я Есть результаты Шикарно Вот Пастор Я тоже хочу Но жизнь Со смыслом Привела Правильному результату Понимаете Да Нам нужны Божьи смыслы Заложенные в Писании Заложенные в силе Святого Духа И что происходит С Израилем Они 40 лет 40 лет Я открыл это место Из Писания Из Ветхого Завета И увидел там Интересные вещи 39 раз Они собирали И переставляли Скинию 39 раз То есть 40 лет По пустыне 40 лет Без всякого смысла Для Бога Был смысл Они были наказаны Но наказание Было именно в том Что они 40 лет Ходили без смысла Это наказание Это жесткое наказание И к тому же Они не вошли В землю обетонную То есть У них не оказалось Результата В их жизни Не оказалось И кости их Полегли в пустыне Давайте посмотрим Что говорит об этом Священное Писание В Библии сказано Псалом 77 33 И погубил Дни их Суя И летая Смятение Погубил Суя И смятение Бессмысленное Бражение По пустыне 40 лет Никакого смысла Абсолютно Кошмар Это наказание Как и люди Придя в церковь Должны обречить Смыслы Зачем они тут Можно проходить 20 лет в церкви Не найти с нем Не понять Зачем ты тут Это наказание Будучи 20 лет в церкви И не найти смыслы Для чего ты в церкви Это страшное наказание Это потерянные годы Бессмысл Нам необходимы цели И вхождение в переживание Это смысл Сделать то Что Бог нам поручил Я вас всех благословляю И очень хочу Чтобы вы Обрели ваши Смыслы Понимаете А у некоторых Смыслы должны Обновиться Лично у меня Обновляются И слава Богу Дорогие мои Когда сегодня Мы с вами смотрели Вот про остров Да вы посмотрели Целый фильм был про остров Люди туда едут Для преображения И свидетельствуют об этом Понимаете Что такое преображение Это твоя душа Которая становится лучше Душа Которая становится благороднее Когда у тебя открывается Доселе невиданное Открытие Силе Святого Духа Для тебя Изменяет Трансформирует Твою личность Понимаете Ничем мы не изменим Наши личности Как только Откровением И силой Святого Духа По-другому никак Тогда происходит Преображение Если ты хочешь Польщен благородный девиц Это не факт Что ты преобразишься Я иногда смотрю Эту передачу Пацанки Смотрите Может быть иногда Пацанки Как берут Оторванный девчонок И пытаются Из них сделать Ну как бы там Ну таких нормальных Понимаете Должны произойти Внутренние перемены Внутренние перемены Должны произойти Силой Святого Духа Тогда они Необратимы Понимаете Если это просто Институт благородный девиц Тогда обратимые вещи Человеческое насаждение Получит человеческие результаты Но когда сила Духа Святого Сила любить Тогда происходят Необратимые Позитивные процессы Вы знаете Когда со мной Вот это все произошло Вот И все началось с того Что у меня в 17-м году Была глубокая еплеща Внезапно это произошло Я перестал спать У меня еще есть проблемы Страхи Ничего не хотелось делать И так далее И так далее Было жуткое Абсолютное состояние В моей книге Я об этом написал Федор читал мою книгу Надеюсь, что Ваши служители Ее тоже почитают Так вот Было кошмарное состояние Я выбирался оттуда С антидепрессантами По-другому Уже было невозможно И Когда я принимал Вот это второе лекарство Для сна Я сам миновал Что я его пил Место года Три Три года Чтобы хорошо спать Потом это Сдетонировало И когда Моя речь Начались проблемы В мае прошлого года Я не мог говорить Я мычал Я рычал Но говорить я не мог Это было ужасное состояние Вся жизнь промелкнула Как я буду жить На что буду жить Пастор и епископ Который не может говорить Представьте себе Проповедник Который не может Реально говорить Это было ужасное состояние Но слава Богу Что Бог Начал со мной работать И вот в это самое тяжелое время Когда мы Выбираем Бога Для себя Бог начинает Открывать удивительные вещи И так Я вошел В несколько принципов Моей жизни Первое Радость Дорогие мои Человек уникальное существо Которое умеет Создавать внутри себя Страдания Ни одно животное На планете Не умеет этого делать Представьте себе Корову Которая Сгрушнула Села Пригоюнилась Никому не дала молока Обиделась И у него возникли Шует же дальние мышцы Представьте себе Такую корову Нет У человека Это возможно Мы уникальные существа Мы придумываем Себе страдания Мы сами себе Их придумываем Дорогие мои У меня есть для вас Благая вещь Если мы умеем Придумывать страдания То мы можем Придумывать И радость Мы можем становиться Счастливыми людьми Используя Писание И силу Святого Духа Мы перестраиваемся Происходит вот эта Необходимая Трансформация Филипийцем 4.4.5 Радуйтесь всегда В Господе Еще раз говорю Радуйтесь Мы можем создать Внутри себя Радость Дорогие мои С утра просыпаюсь Смотрю на мою жену Она у меня такая Кругленькая Думаю Плюшечка моя Красавица моя Носик посапывает Лежит подушку Куртку Помятает подушки Такая И я такой Жадостный Бегу в душевую Почему? Потому что Я сам с утра Создал себе радость Я посмотрел на свою Дорогую жену С которой 30 лет Скоро как уже в браке И я Подумал Позитивные вещи Я создал себе Правильную мотивацию Это очень важно Следующая Любовь Чем больше Ты любви И доброты Изручаешь Тем лучше Становится Твоя жизнь И твоих родных И близких Чем больше любви Тем меньше правил Если в семье Одни правила Там нет любви Чем больше любви Тем меньше правил Любовь покрывает Понимаете О чем я говорю? А вы знаете Что настоящая любовь Только у собак Если закрыть жену И собаку В гараже На 5 часов И потом прийти И открыть дверь То тебе рада будет Только собака Шутка Сестры Не побейте меня Камнями Пожалуйста Один раз Консервативная церковь Я так отпроповедовал Вот это было Во Флориде Вот кстати У Лариона Вот и меня Чуть не побили Камнями Сестры Которые Были за ее В ходе Вот поэтому Дорогие мои Я хочу сказать Радуйтесь Еще раз Радуйтесь Любите людей Вы знаете Это способ Избавиться От многих бед Любить Реально Это Такой способ Уникальный Который Помогает нам Дальше Помощь этому миру Мы как пасторы Должны об этом Проповедовать Хотя я хочу Получить награду Пусть правая рука Не знает Что делать Левая Но тем не менее Говорю все равно Один раз Бог мне сказал Чуть Кому-то великие Свершения Там и так далее И так далее Помоги пожалуйста Твоей соседке По дому Бабушка 82 года Сын алкоголик Живёт Дома Несета И так далее Один раз Уникальный Был в доме Пришёл кошмар Ужас Я не думал Что в наше время Живут гораздо хуже Чем в советской Несета полная Вот И я начал Привозить ей продукты Поехал Поехал на Новый год На 6-7 тысяч Пару сумок Обязательно Банечку икры Я знаю Что она себе Этого никогда не купит Я знаю Что она никогда Не поможет Самой себе Таким образом Я начал это делать Я увидел Как Понимаете Моё состояние Внутреннее Гораздо улучшилось Помогая другим Мы помогаем Самим себе Это очень Очень Такой важный момент Вы знаете Мы ещё Иногда На словах Помогаем А по факту Это получается Вот как Еврейской семье Сын подходит Папе И говорит Папа Папа Мне сегодня Причинилось Что ты Дам мне 5 тысяч рублей Оставь себе Сынок Понимаете Мы иногда Вот такая наша Щедрость Иногда мы Вот такие люди Которые Как бы на словах Всё это делаем Но по факту Это не происходит Мы скряги Эгоисты Думаем только О себе Чтобы закрыть Только наши Нужи Поверьте мне Кайфа от этого Не будет Это точно Какой-то мне Приятно И легко Когда у тебя Стало больше денег Но кайфа От этого Ты точно Не получишь Следующее Нет ничего Случайного Вы знаете Когда Мы думаем Об этой жизни Жизнь Она несправедлива По определению И мы смотрим Думав Господи Как же жизнь Несправедлива Всё правильно Потому что мы ищем Наши справедливости А знаете Как будет справедливо Для нас Это когда мы Обеспечены Когда у нас Всё есть Когда мы живём Хруче других Тогда мы говорим Жизнь справедлива А когда у нас Чего-то нет Мы говорим Жизнь несправедлива Вон Анжелина Джоли Как живёт Вон Дженнифер Лопес Вон посмотрите Как наши актёры живут Миллионы Миллиарды Там Лепс получает 8 миллионов За полтора часа Выступления Вот И конечно Люди так живут И тогда Жизнь несправедлива А ты хочешь Чтобы тебе давали 8 миллионов За полтора часа Тогда жизнь Будет справедливой Понимаете Человеческое справедливость Это неправильно Это Поэтому Когда мы Ходим в Боге Мы ищем Других вещей Чтобы нам не смотреть На эту Человеческую справедливость Иначе у нас будут Одни проблемы Писание говорит Вы знаете Когда в нашей жизни Приходит Казалось бы Хаос Когда решился Речи Год тому назад Хаос Но поверьте мне В каждом хаосе Есть Божья система Есть Божий порядок Есть Божьи смыслы И очень важно Их обнаружить Это очень Очень важно Далее Думайте позитивно Дорогие мои Я для себя взял Такой слоган Быть щедрым И позитивным Мне так это нравится Почему? Потому что Таким людям Всегда тянутся Когда ты радостный Если вы хотите Получить Так сказать Получить урок Хмурости И ненависти Зайдите в маршрут Курсутра Увидите В каком Зимой особенно Когда холодно Вы увидите Далеко не радостных Людей Дорогие мои Надо быть Щедрыми И позитивными У меня есть друг Равин Нашей Тюменской Синагоги И на Хануку Я поехал Их поздравлять Взял подарочек Приехал к ним Говорю с Ханукой Они с женой Ни кокущей Это 20-й год Ковид У них Большей частью В синагоге Пенсионеры Их не выпускают Из домов Денег нет Хануку не праздную И я захожу Они в полной депрессии Вот И вдруг на меня Что-то шло Я стою Хава Нагила Хава Нагила Они на меня смотрят Глаза вот такие Бешеные А меня Разрывать Хава Нагила Хава Нагила Вот И тогда Равинстаг говорит О, жена Посмотри Вот это жертва Позитивного мышления Я говорю Аминь Я жертва Позитивного мышления Я с этим Абсолютно согласен И я хочу быть Именно таким человеком Хочу быть В позитиве Находить Позитивные вещи Вот у меня жена Она имеет Такое Замечательное качество Она Оправдывает Людей всегда Если мы Ошуждаем Там думаем Она ищет Способы Как оправдать Человека Это очень Хорошее качество Далее Будьте спокойнее Учитесь Не раздражаться Я могу Вспылить Я такой человек Как динамит Я могу в какой-то момент Вспылить Но Я совершенно Не хочу Я не такой человек Я быстро отхожу Прошло время Все Я уже В норме И так сказать Не раздражайтесь Пожалуйста Нет Ничего более Разрушительного Для семьи И вашего здоровья Чем ваше Постоянное раздражение Если вы раздражаетесь Это капец Вообще То есть Это очень тяжело Вы постоянно Держите В напряге Себя Ваших родных Близких Жену Детей И так далее Потому что раздражение Это как Яд Который Дьявол Впрыскивает Наши семьи Писание говорит Не заботитесь Ни о чем Не беспокойтесь Да Но всегда Молитвы и прошения Благодарения Открывайте Свои желания Пред Богом И мир Божий Который Превыше Всякого Ума Соблюдет Сердца ваши И помышления Ваши Во Христе Иисусе Дальше Верьте Родные мои Опять включайте Веру Если вы Дома церкви Включайте Вашу веру Я хочу Видеть Результаты Моей веры Вера Это самая Великая Движущая Сила Многие люди Перестали Включать Свою веру Потому что Они все Получили Квартира Дом Машина И так далее Чего жить Верой Регламент Понятен Все понятно Дети подросли Все хорошо Мы живем Зачем нужна вера Дорогие мои Вы не забывайте Что Царствие Божье Усилием Берется И верой Нам вера Нужна Для того Чтобы Выполнить Великое Поручение Выполнить Нашу Великую Миссию Без веры Невозможно Многие Включают Веру Когда у них Онкология Уже Или какое-нибудь Заболевание Дорогие мои Веру Надо было Тренировать Раньше Что Когда Пришла Проблема Ты Своей верой Готов Справиться С проблемой А то Получается Так Я начинаю Верить Бежать Богу Ставить Свечи И так далее Когда у меня Пришла Проблема Но если Я натренирован Веря Заранее Если я добивался Результатов Вы знаете В моей жизни Я прорвался В некоторых Шферах Мне нетрудно Верить За финансы Для нашей Церкви Что-то надо Я начинаю Верить Начинаю Вериться Всегда Финансы Приходи Для меня Лично Это не так Для моей Личной Жизни Но для Для церкви Постоянно Недавно У нас есть Здание Недавно Построили Еще одно Здание На полторы Тысячи Квадратных Мы построили Деньги Пришли Независимо От ковида Еще чего-то И так далее Я прорвался Прорвитесь Тоже В каких-то Сферах Кто-то В исцелении Начинайте Двигаться Кто-то В чудотворении Кто-то Еще в каких-то Вещах Вера В действии Нам нужно Постоянно Ее тренировать Дальше Прислушивайтесь К себе Очень многие Ищут на стороне Он приедет Пастор Он еще расскажет Я посмотрел Проповедника Там В интернете Он Мне хорошо Рассказал Тебе Дан Дух Святой Твое тело Для того Чтобы ты имел Ответы Изнутри Тебя Понимаете Слушайте себя Прислушивайтесь Дух Святой Готов Говорить И тайны Вам Возвести Тайны Которые Другим Слышать Не надо Не ждите Что какой-то Пророк Придет И так Скажет Вам Интимные Еще Какие-то Дух Святой Дух Святой Вам скажет В диалоге Лично С вами Он вам Подскажет Он вам Откроет Это очень Очень важно Еще Помните Тебя Любят Дорогие мои Очень важный момент Даже если Вы Накощачили Даже если Вы Наделали Проблем Даже если Вы такие Глупости Сегодня Сделали Что-то Сказали Или поступили Помните Вас все равно Любят Абсолютно Вас Любят Это факт Меня это Поднимает Очень сильно Потому что Я делаю Глупости Иногда При всех Моих Образованиях И опыте Служения Иногда Такие Глупости Делаю Просто сам Потом Дивлюсь И думаю Как я мог Это сделать Ну как я мог Так поступить И меня всегда Согревало Одно Меня любят Несмотря на Все мои Косяки Как того Глупного сына Его Любят И Бог Это делает Дали Не суди Окружающим Очень важный момент Вот моя жена Оправдывает Есть такая В Израиле книга Называется Мишна Мишна В этой мишне Оправдываются Все библейские герои Мне это понравилось Потому что Они приравнивают Духовным книгам То есть Там оправдываются Духовные Вот эти Ну там Давид Там Шершавия И так далее И там попытка Объяснить Почему он это сделал Мне это понравилось Моя жена Она именно Что уже Три минуты осталось Вот Моя жена Она Оправдывает Людей Она специально Ну как бы Старается Оправдать Я что-нибудь Приду Какой-нибудь Из церкви Злой Раздраженный И вот это Вот это Она говорит А может он сделал Вот поэтому А может быть Вот поэтому А может быть Вот поэтому Она оправдывает Слушайте Какое шикарное Качество Не судить людей А оправдывать людей Это очень Очень важный момент Не вините Никогда Никого У меня раньше Была такая Поговорка Что бы не пришло Говорит Тань Тебе не стыдно Еще что-нибудь Там Говорит Тань Тебе не стыдно Говорит Что ты мне винишь Все время Как дьявол Он все время Обвиняет И так далее Вот Я закрыл рот Думаю Правда А что я виню Да Я сам столько Чего неправильного Делаю Далее Не завидуйте Один раз Мой друг купил Огромного Нового Лексуса Бизнесмен Пастор Прокачу Садись Я сел Машина С ним Поехали И тут Большая Зеленая Жаба Начала Меня Душить Я даже Говорить Не мог Я подумал Вот этот Брат Он вырос в церкви Я ему помогал Он штопал себе Обувь Нитками Потому что Денег Не оборвано Нового И он Сегодня Себе Это позволяет А я езжу На Хундае Дорогие мои Да И потом я понял Думаю А каким стандартом Я тянусь Какие стандарты Дорогие мои Мои стандарты Мир, праведность И радость И том духе Мои стандарты Позитив И щедрость Мои стандарты Любовь И так далее И тогда стало так легко Эта зеленая Жаба Отстала Она встала На меня И послушайте После депрессии И после того Что со мной Пришло Скажите Что говорит С шармом Никто так не говорит Как я Заметьте Я уникальный Проповедник Только у меня Такая речь Больше ни у кого Поэтому я просто Красавчик Ну скажи Что красавчик Ну Вообще Дорогие мои И я могу сказать Нас не победишь Как бы дьявол Не хотел Не победишь Ни речь Ничего Ни долгота Ни высота Никакая другая тварь Не отлучить нас От любви Христовой Дальше Очень важный момент Занимайтесь Саморазвитием Занимайтесь Это очень важно Пастор Пастор Рик Орен В свое время Сказал Гениальные Три вещи Первое Никогда не сдавайся Второе Всегда учись И третье Не сравнивай себя С другими Дорогие мои Не сравните себя С другими Иначе жизнь Станет Несправедливой Опять Радуйтесь Малому Я всегда радуюсь Думаю Как хорошо От того Что у меня Есть Я такой радостный Я на дачу Приезжаю Хватаю газон на костинку Кошел траву И такой Счастливый И доводный И какое мне дело Когда у кого-то Двадцать Или еще что-то Мне все равно Я такой радостный Почему? Да потому что От того Что я себя сравнил С другими Я буду только Себя уничтожать А зачем? Мне так хорошо У меня замечательная жена У меня прекрасные дети Великолепная церковь Все хорошо И так далее И думаю Буду от этого отталкиваться И мне будет жить хорошо И я всегда развиваюсь Мне нравится Павел Пастор вашей церкви Он все время Что-то читает Он всегда Что-то извлекает Интересное Он всегда Что-то Берет такое Придумывает Я слушаю Юрию Ну надо же А Он точно из театра Мейхольда Понимаете Он спектакль Такой выдаст Тагин Да На сцене Что Я думаю Он человек развитый Он всегда двигается Вы послушайте У вас не будет Паркинсона Болезни У вас не будет Баса Бас такая страшная Болезнь И так далее Это все связано С головным мозгом Если вы постоянно Думаете И развиваетесь У вас Таких болезней Никогда не будет Развивайтесь Богу это сильно Сильно нравится Слава Богу Еще Помните Не за что А для чего Я в жизни Иногда Думаю Господи Когда Речь пропала Я говорю Господи За что мне Это все За что Господи Я служил тебе Делал вот это И так далее Но когда прошло время Я увидел Огромную пользу Теперь я вижу Людей с депрессией Теперь я вижу Людей по глазам По поступкам Я им помогаю Потому что я сам Прошел Сам прошел Депрессию Потерю речи И так далее И потом Бог Меня начал восстанавливать И тут Начали происходить Результаты И я могу Помогать другим людям Я их вижу Я помогаю Я надеюсь Что Лидеры Прочтут мою книгу Я там Описываю Состояние И всем рекомендую Практикуции По эмоциональному Интеллекту Это очень важный момент Когда мы Распознаем Свои эмоции Наши реакции На происходящее И когда мы Можем управлять Нашими эмоциями И когда мы Можем другим Помочь Распознать Их эмоции Это душепопечения Это очень важные моменты Я вас благословляю И хочу сказать Никогда не сдавайтесь Все хорошо Вы красавчики У вас все будет великолепно У вас откроются Новые источники Благословения Радости И благодати Дорогие мои На самом деле Все хорошо Бог Вас любит Живите По принципам Божьим Давайте встанем Помолимся Аллилуйя Дорогой Господь Мы благодарим Тебя За Твою любовь Мы благодарим Тебя За то, что Ты Учишь нас Не сдаваться Не сравнивать Себя с другими Дорогой Господь И Бог наш Во имя Иисуса Дай нам радости Научи нас Радоваться Создать радость Внутри нас Поднимай нас Господи Делай нас Позитивными Щедрыми И благословенными От Тего сердца Я благословляю Эту церковь Во имя Господа Иисуса Христа И благодарю Тебя За все Во имя Отца Сына И Святого Духа Аминь Будьте благословенны Свою жизнь И это прям Это ценно Когда человек Он такой Как есть Аминь И смотрите Хотел Друзья Обратиться К залу Кто пришел Первый раз Кто на этом Собрании Первый раз Кто не принимал Господа еще Иисуса Христа В свое сердце Есть же такие люди Поднимали руки Есть Есть Я знаю 13 лет назад Я тоже пришел В церковь И Тоже да Искал выход Из своей ситуации Я был зависимый человек Хорошо друзья Еще раз Мы рады вас видеть И благодарим за то Что вы сегодня Были с нами Чудесное было собрание Не правда ли И чудесный проповедник Тот который Действительно Хорошее такое слово Говорил нам сегодня Я аж два раза Сегодня его послушал И первое Второе служение Друзья Давайте сейчас Мы помолимся За нужды За то Что вы писали На нашем канале В ютуб На телефоны Которые вы Видите Внизу экрана Я бы хотел Просто озвучить Во-первых Помолимся за то Чтобы люди Познавали Христа Чтобы они Приближались Чтобы Какая-то Сверхъестественная Вот такая Даже демоническая Я бы сказал Аура У человека бывает Когда он Просто не способен Познать Христа Что-то ему мешает Давайте Помолимся Чтобы пришла Здравость Пришло понимание Свежие мысли Пришли Чистое сердце И Бог Пришел в жизнь Каждого человека Отец драгоценный Мы молимся Господь Благодарим Тебя Царь наш Всемогущий Мы молимся За каждого человека Кто хочет Примириться с Тобой Кто хочет Познать Тебя У которого Есть какие-то Проблемы Что-то мешает Может быть Какая-то Зависимость Мы молимся Во имя Иисуса Чтобы Ты Прикоснулся Господь Своей рукой Крепкой Освободил Каждого человека От всякой Демонической Зависимости От всякого Страха От того Что Господь Есть какой-то Туман в голове Бог мой Во имя Иисуса Христа Мы молимся И благословляем Господь Во имя Иисуса Отец и Дух Святой Аминь Также, друзья Я бы хотел Помолиться За тех Кто нуждается В исцелении Тех, кто Нуждаются В восстановлении После болезни Очень важно Сейчас многие болеют Многие Уже переболели Но Находятся в каких-то Осложнениях И в трудностях Из-за этой болезни Давайте помолимся Друзья Чтобы И согласимся В молитве Чтобы пришло Исцеление Жить каждого человека Чтобы Бог хранил Чтобы пришло Восстановление От От болезни Опять же Отец Драгоценный Мы соглашаемся В молитве Мы как церковь Молимся Бог мой Во имя Иисуса Христа Молимся За каждого брата И сестру За каждого человека Чтобы ты прикоснулся Господь Довровал исцеление Бог мой Во имя Иисуса Мы воскладываем Свои руки Господь На то, что у нас болит Сейчас Во имя Иисуса Христа Мы молимся Господь Аллилуйя Аллилуйя Прикоснись Господь Каждому человеку Прикоснись Бог мой Во имя Иисуса Христа Прикоснись Отец Я прошу тебя Царь Во имя Иисуса Восстанови Каждого человека Кто нуждается В восстановлении После болезни Прикоснись Господи Драгоценный Своей рукой Крепкой Мы уповаем на Тебя На Твою милость И благодать И благодарим Тебя Господь За Твое исцеление За Твое благословение За то, что Ты Хранишь нас Господь Драгоценный Отец Сын Дух Святой Аминь Аминь Я бы хотел в конце, друзья Обратиться к тем людям Которые смотрели нас Сегодня в первый раз И вы нуждаетесь в том Чтобы примириться Со Христом Это самое главное Что мы можем сделать В жизни То, что сегодня Говорил Сергей Лавринов Епископ Он говорил о том Что у каждого человека Должен быть смысл жизни Смысл жизни Формируется тогда Когда человек Примиряется со Христом Когда Бог Приходит в жизнь человека Тогда начинает Формироваться смысл Настоящий Подлинный и истинный По-другому никак Не устроена наша жизнь Давайте Помолимся Вместе со мной Вы можете закрыть глаза Повторять молитву покаяния И Бог Он придет в вашу жизнь Если вы верите Всем своим сердцем Бог прикоснется К вашему сердцу И родит вас снова Вы духовно родитесь Как Как новые люди Хотя вы, конечно, скажете Я уже давно был рожден Но важно родиться свыше Важно родиться духовно Каждому человеку И духовное рождение Происходит тогда Когда человек Искренне Примиряется со Христом Тогда приходит Вот это вот Новое рождение В духе Закройте свои глаза Пожалуйста И повторите за мной Дорогой Господь Я прихожу к тебе Со своими грехами И беззакониями Я верю в тебя, Иисус В то, что ты умер За меня на кресте Я верю в то, что ты Воскрес на третий день И оправдал меня Я верю, Господь, в то, что Ты пришел в мою жизнь И дал мне вечную жизнь Ты примиряешь, Господь, меня с собою Благодаря твоей смерти на кресте Я прощен Я примирен Я восстановлен Благодарю тебя, Господь драгоценный За то, что ты однажды Возлюбил меня так Что отдал своего Сына Единородного Иисуса Христа Чтобы я не погиб, но имел жизнь вечную Пожалуйста, Господи Приди в мою жизнь Помоги мне, Господь, познать тебя Помоги мне примириться с тобою Помоги мне жить до конца своих дней с тобою И встретиться с тобою на небесах Я благодарю тебя, Господь И славлю тебя Отец, Сын и Дух Святой Аминь Аминь и аминь Благословения вам, друзья Мы рады, что вы были с нами И всех вам, всех благословений Пусть Бог хранит вас Аминь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому